МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, толерадуя компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Развитё социальной сферы в регионе. Выники селедней работы проанализовали на сёняшнем посядженне облывы Конкама. Парад новогодних ранешников в регионе протягивается. Один из них сегодня отбылся у лицеи МНС с уделом министра по надзвычайных ситуациях в Беларуси Владимира Вашченки. А зараза об этом иншим больше подробязна. Президент подтримал призначение Станислава Засина по саду генерального секретара АДКБ, подписавший проект рашения Совета коллективной безопасности. Про это стало вядомо подчас рабочей встречи Александра Лукашенко и Дзержавного секретара Совета безопасности Беларуси. Станислав Зась проинформовал беларусского лидера об своем визите у Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россию. Керовники этих держав так само подтримали беларускую кандидатуру. А значим, что такий формат гутарки пропоновал наш лидер подчас снежинской встречи президентов у Санкт-Петербурга. Я остановился на предложении ЗАСЯ, чтобы показать, если можно сказать, пример, что пора уже нам в этой организации перейти от назначения формального какого-то бывших отставных генералов, ничего плохого не хочу о них сказать, действующих молодым генералам, перспективным, чтобы придать значение этой организации. Тем более, что мы назначали отставных генералов, которые вообще уже давно отошли от воинской службы, от политики, а все-таки это военно-политическая организация. Поэтому я президентом, своим коллегам сказал, что на этой должности я буду рекомендовать действующего генерала и очень надеюсь, что так будут поступать впредь и мои коллеги. Это соответствует нашим критериям подготовки и назначения кадров, профессионализм и любовь к тому делу, которым ты будешь заниматься. Александр Лукашенко звернул увагу на реализацию многих домовленностей, у которых удельники АДКБ досягнули по час листопадовского саммита у Астане. Одна из ключовых задач организации – выбудовывание пояса добра-суседства и умоцование огульных межау. Не меньше важно выращать усе спрэчки и розноголосие. Уже после рабочей встречи журналисты потекавилися у Станислава Засе с ситуацией вокруг Армении. У остальных удельников у этим пытанья с Ереваном наметились розноголосие, а ли все выращально. Есть в уставе ОДКБ порядок принятия решения не консенсусом, а в ограниченном формате. Он прописан, этот порядок, он существует. Но вместе с тем, я надеюсь, что все-таки будет достигнут консенсус, будут сняты те вопросы, которые сейчас стоят, в частности Армении поставленные, и решение будет принято консенсусом. Это будет самый лучший вариант. Я, конечно, готов в любое удобное время для премьер-министра Армении туда прибыть, встретиться с ним, с министром странных дел, с министром обороны, обсудить те, может быть, вопросы или проблемы, которые они видят в деятельности реализации, ну и дальше работать уже в том числе и по этим проблемам. Нагадаемо, организацию договора об коллективной обеспецию воходит шесть краин. Генеральный секретарь убирается термином на три годы изгодно алфавитному парадку «Держау-удельниц». На сегодняшнем выездном посаджении Гомельского Абл-Канкама проанализовали выники селетней работы социальной сферы. Деяность установок у выздоровья, адукации и культуры, другосная занятость молодей и работа с проблемными семьями. Поза увагой не засталось ничего. О взробленных выводах и принятых решениях материал Олега Синцерова. Петриковская гимназия установа соправных профессионалов. Переможцы олимпиады, дипломанты науково-практичных конференций, лауреаты творческих конкурсов – к этими званиями тут никого не удивить. Наставники кажут, что им кнутся по максимуму, развивать сдольности наученцев, причем самыми розными методами. Уже в маль пять годов тут проводится День учневского самокирования, в рамках какого учни на один день становятся наставниками. На этот час у директора заявляется свой дублер. Мы заменяем всех – руководителя, заместителей директоров, поваров, технический персонал и дети работают. Повышается, во-первых, их самооценка. Во-вторых, они могут с учителями разговаривать на равных. В-третьих, они понимают, что такое учительский труд. Но и самое главное – уважение к любому труду и технического персонала, и рабочего. Сиротники Рунков с участной работой установил адекватацию Гомельской области, пропаганда здорового ладу життя, семейное и гендерное выховання. А про это, в установках пресс-технической эдукации створены волонтерские отрады, которые, в тем лику, оказывают допомогу со старелым и инвалидам. В этой категории, подчас выездного посаджения, особливая увага. Зараз в регионе проживаются больше 19 тысяч одиноких пожилых людей. Частко из их, в первую очередь, инвалиды в домах-интернатах – это, в самом деле, эффективная форма работы с такой категорией населенства, а для махчем они самая лепшая. В осенятем разе, зараз разглядаются варианты проживания со старелых у тех же замещальных семьях. Появляется возможность оказания социальных услуг на дому. Хорошие примеры можно привести с работой совместно с благотворительной организацией «Каритас», с «Красным крестом». У нас хорошие проекты по Гомелю, и мы этот опыт планируем распространить на другие регионы области. Ну и вообще, все развитие системы социального обслуживания в настоящее время нацелено на то, чтобы создать максимально благоприятные условия для жизни населения в домашних условиях. Тема, яка не покидая бояков в никого – медицинское обслуговывание. Только в этом году на развитие материально-технической базы Абробоконкамом додатково вытасканно 18 млн. рублей, что дозволило провести реконструкцию отделений у широкурайонных больниц. У активе медиков так само маль 13 тысяч складанных и высокотехнологичных операций. Хоть пытаниями здоровья населенства сегодня займаются не только медицинские установы. Сегодня в Гомельской области денежнують семь детячих оздоровленческих центров. Четыре из их, як возник этой птич, належат системе эдукации. Сюда и на оздоровление приезжают дети, які проживают у районных потерпелых от чернобыльской катастрофы. На протягу года это около 4 тысяч человек. У принятым по выниках выездного посаджения решения об алканкаме, доручения, активизации работы по выявлению детей, которые подвергаются семейному насилию и распространению додатковых профилактических мероприемств по стабилизации ситуации с подлетковой злочинностью. А прочатого в наступном годе на Гомельщине плануется увеличить количество специализованных спортивных классов при одночасовой оптимизации сетки установы охоты здоровья и культуры. В субботу 22-го Снежня пройдут черговые промые телефонные линии с представниками Улады. У Гомельске маблы выконками на звонки откажен на местник старшини Уладимир Прывалов. Номер телефона 33-12-37. У ГАР выконками на сувесь выйдет старшиня городского совета депутата Миколай Ковалевич. Номер 75-19-84. Час работы промых линий с 9 до 12 годин. Министр по надзвычайных ситуациях Республики Беларусь Уладимир Вашченко наведал сёння Гомельске Лицей МНС, как повиншовать его навученцам, педагогам и офицерам с надыходящим Новым Годом. Такие визиты у подведомостной установы эдукации уже стали традиционными. Спочатку гости ознайомились с выставой декоративно-прикладной творчасти навученцам Лицея. До святой аны выробили розные экологичные елки и символы 2019 года. Далее гости убачили новогоднее представление. Мюзикл, операция шлема або иншие приходы джентльменов удачи. Не глядяши на усе складанности на шляху головных героев, святочная история мае счастливый финал. Головная не сдаваться при любых обставинах. А юные вратовальники в черговый раз доказали, что и они мают не только добрую физичную подрыхтовку, але и артистичные таленты. Кожный з них отримал веншаваньи и специальные солодкие подарунки АДМНС. Каждый год нас удивляют своим творчеством, своими интересными какими-то поделками. Вот мы сейчас прошли, посмотрели. Конечно же, я поздравляю и детишек наших, и всех взрослых, потому что все мы одинаково ждем Нового года, ждем каких-то изменений, конечно же, позитивных. Но все зависит от нас. Я уверен, что если мы будем настроены на позитивный лад, все у нас получится. И те задачи, которые стоят перед нами, мы выполним. Ну, а пожелание, конечно же, всем крепчающее здоровье, совершение всех намеченных планов, ну и всегда прекрасное настроение. Программа протягнулась открытым новогодним турниром по волейболе Кубок Дружбы 2018. А у областным драматичным театра отбылось и новогоднее представление у рамках доброчинной акции «Профсоюзы детям». На им побывала моя коллега Ганна Корольчук. Доброчинная профсоюзная елка собрала у областным драмтеатры коля 500 детей из разных кутков Гомельской в области. Героями новогодней казки стали выхованцы детячих домов, домов семейного типа и инших интернатных установ. 10 декабря по 10 января стартовала ежегодная акция «Профсоюзы детям». Сегодня на благотворительную елку приглашены дети с 12 районов нашей области, проживающие в интернатских учреждениях, домах семейного типа. На все мероприятия, посвященные новогодним празднованиям, будут затрачены 400 тысяч рублей из профсоюзного бюджета. С допомогой молодежь Совета областного объединения профсоюзов у фойе драмтеатра для детей организовали фотозоны и интерактивные новогодние пляцовки. Каждый маленький гость свято смог отчуть себя красочным героем. Хлопчики и девчинки за довольнением приняли удел в гульнях в окол прохожуней елки. Разом с Дедом Морозом и Снягуркой яны водили караход и спевали. «Снягурки разными, зелеными, красными, нарядная, стройная, ярко новогодняя, теперь все вместе дружно и... Раз, два, три, два, шо, один! Я хочу зыб с пультом. А еще? Еще конфеты. Я в Новый год подавки даю». Далее гостей запросили на прогляд новогодней казки пригоды бременских музыкал у виконанні артистов областного драматичного театра. А кроме того, усе хлопчики и девчинки отримали солодкие подарунки и загадали жадання на Новый год. «Каждый ребенок, который воспитывается в семье, он окружен теплой, добротой, вниманием. И хочется в преддверии новогодних праздников быть поближе, быть к деткам, подарить им тепло своего сердца, тепло своей души. И каждый отраслевой комитет проводит свои благотворительные елки для членов профсоюза. И каждый трудовой коллектив выбирает разнообразные формы поздравления ребятишек». Для Гомельского областного объединения профсоюза проведение доброчинных новогодних святов – добрая традиция. Головная мета – охопить, как могла больше детей и подарить кожному тепленью, клопот, незабывное уражение и святочный настрой. Ганна Корольчук, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Створили святочный настрой. Некольки сотни у Деда Мороза, у Снягурок, а так само инших казачных персонажей пройшли по улице Ильича у Гомеле. Новогодняя шесть традиционно проходит у Гомеле опошние 15 годов и стала необходимым атрибутом святкования Нового года и колядов. Не обошлось и без символов подыходящего и надыходящего годов собаки и порося. Завершилась и прогулка казачных персонажей для кинотеатра «Мир», где у Дельников чекали конкурсная программа и невеликий концерт. Чувствуется преддверие праздника. Сегодня мы наконец поняли, что Новый год все-таки наступит. Радостные лица у всех. Очень жалеем, что в прошлом году не поучаствовали в этом мероприятии, серьезно собирались и очень рады, что попали. Завтра в Гомеле начнут працавать елочные кермаши. Яны разгорнутся во всех районах города. Галоной кропкой продажу не только новогодних древ, але и иншой святочной атрибуты кистане площадь поустанне. Усяго у Гомеле плануется открыть каля 20 елочных кермашов. У Гомельским вытворчим лесогасподарчим объединанні вызначились с ценой на древы. Так елки вышиней до метра будут каштовать от 8 до 9 рублей 30 копеек. От метра до 2 10-12 рублей. От 2 до 3 метров 14-16. У Гомельским державным университете имя Франциска Скарыны пройшли мероприемства, присвеченные святкованню первой годовины с дня открытия тут Института Конфуция. У Снежни 2015 года подчас визиту делегации ВНУ у китайскую провинцию Цяньсу от керовництва Нанкинского университета науки и технологии поступила пропанова створить у Гомельским держуниверситете Институт Конфуция. Проспал года был подписан протокол об намерах по суместным заснованиям такой установы помеж Нанкинским университетом науки и технологии и Гомельским университетом. Зараз Институт Конфуция соденит шая развитию супрационистства помеж двумя краинами у сферы эдукации и культуры, умоцованию сябровства и взаиморазумения помеж китайским и белорусским народами. Недавно одна из китайских компаний, якая займается пропагандой вывучение мовы выделила Институту гроши на оснащение лаборатории. А кроме того, за годы трималась наладить трывалые относины с науковыми центрами Китая. До речи, вучить эту замежную мову зараз может литерально кожная. Вучение китайскому языку проводится для практически всех слоев населения нашего города и планируем даже и в районных центрах. Это школьники, это специалисты, которые работают на промышленных предприятиях, которые в силу производства необходимости необходимо неоткрыть знания китайского языка. Более-менее фундаментальная подготовка китайского языка планируется для студентов филологического факультета. Институт Конфуция ГДУ имя Франциска Скарины один и региональный. Еще два находятся у столицы. Это и так само и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www. твергомел.by На этом выпуск завершен. Пленного вам вечера и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Вместо дорог один сплошной каток из-за наледи количества ДТП за сегодня побило все рекорды. К часу дня сотрудники ГАИ зафиксировали в Гомеле 30 мелких ДТП. Нулевая температура воздуха вечером и минусовая ночью заставила дороги областного центра покрыться тонкой ледяной коркой. Мелкие аварии сегодня наблюдались во всех районах города, из-за чего интенсивность движения заметно снизилась. Некоторые автовладельцы опоздали на работу, но пострадавших нет. Страховые компании сейчас подсчитывают суммы ущерба, а в ГАИ предупреждают о неблагоприятной дорожной обстановке на выходных. В связи с погодными условиями госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными, а также при движении учитывать погодные условия и состояние проезжей части. Сегодня наблюдался всплеск ДТП, а накануне увеличение пожаров. В ходниках сотрудники МЧС спасли из огня пенсионера. Пожар случился в одноэтажном кирпичном доме на улице Настольской. По прибытии на место происшествия наблюдалось открытое горение здания. Спасатели провели разведку и вывели из дома пенсионера, мужчину 1955 года рождения. На свежем воздухе ему стало легче и госпитализация не понадобилась. В ходе тушения пожара на полу в помещении кухни был обнаружен хозяин домовладения пенсионер. Был выведен на чистый воздух и передан бригаде скорой медицинской помощи. Он не пострадал. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причин возникновения пожара, нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. А в Лове жительница городского поселка сильно перекалила печь. В итоге деревянная межкомнатная перегородка стала дымить и это привело к пожару. Женщина проснулась от звука извещателя, увидела, что горит стена, вызвала МЧС и вышла из дома. Со слов спасателей перекал печей в зимний период одна из тех причин, из-за которых часто происходят пожары. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Зацепили лидеров. Соперниками Гомеля и Жлобинского Металлурга в очередном туре чемпионата страны по хоккею в экстралиге были две лучшие команды регулярки Столичная юность и Солигорский шахтер. Столивары не испортили дебют своему новому главкому Сергею Тортышному. Перед родными трибунами Металлург дал бой горнякам. Сначала хозяева были в роли догоняющих, а после вышли вперед. Столивары могли оформить победу в основное время, однако, дведя 2-1 не дотерпели 45 секунд. Горбунов в большинстве перевел игру в овертайм, в котором гости дожали неуступчивых хозяев. 3-2. Гомель также из-за удаления упустил победу в основное время, ведя 3-2 в домашнем матче против юности оплатились за грубость под занавес матча. Правда, в отличие от Металлурга, Рысям в послематчевых баталиях повезло больше. Дело дошло до буллитов. В этом компоненте игры хозяева оказались сильнее. 4-3 победа Гомеля. В турнирной таблице Рыся на пятой позиции, Металлург на седьмой. Лидирует юность. В предстоящие выходные завершится первый круг чемпионата Беларуси по мини-футболу. ВРЗ может завершить этот отрезок сезона на первом месте в турнирной таблице. Для этого необходимо обыгрывать одного из аутсайдеров. Чемпионат ощучен на его поле. Скорее всего, вагоностроители с поставленной задачей справятся. Матч пройдет завтра. У Гомельской и БЧ есть шансы отправиться на новогодние каникулы, находясь в тройке лидеров. Условие одно. Завтра нужно обыгрывать на выезде Борисов 900. ЦКК предстоит испытание не из легких. В гости к Светлогорской команде приедет столица. Матч состоится 23 декабря. Гомель принимает республиканскую спартакиаду по бадминтону среди детско-юношеских спортивных школ. В турнире участвуют шесть дружин из Могилева, Минска, Мозере и Гомеля. Всего полсотни участников. В честь Гомеля защищают спортсмены из дюшер номер 7 и физкультурно-оздоровительного центра «Золотая рысь». Гомельская команда одна из сильнейших. Борется за первое-второе место с командой города Минска. В команде Гомеля есть лидер Швыдков Глеб. В нацкоманде участвовал в первенстве Европы среди юношей по 15. В админтонисты Гомельской области постоянно призеры в чемпионатах первенств Кубка Республики. Всегда в первое-третье место борется команда Гомельской области. В соревнованиях участвуют и члены национальной команды из Минской области. Это Вероника Тарусова и Александр Александрович, которые вышел в финал вместе с Глебом Швыдко. Они будут бороться за первое место в одиночных и смешанных категориях. К слову, этот турнир один из этапов отбора на чемпионат Европы 2019-го. Финалы республиканской спартакиады пройдут завтра на площадке из Дюшор номер 7. Начало в 12.00. В Гомеле сегодня завершился чемпионат спортов общества «Динамо» по самозащите. Соревнования собрали сильнейших спортсменов со всей страны. 12 команд участниц представляют силовые структуры, а также региональные отделения «Динамо». Самозащита – один из прикладных видов спорта, который является базовым при подготовке сотрудников правоохранительных органов. Она включает в себя две дисциплины. В первом туре спортсмены демонстрировали боевые приемы обезоруживания и задержания. Второй тур – это борьба с самбо. На отличие от классической дисциплины одно – разрешены удушающие приемы. В чемпионате принимают участие ежегодно лучшие спортсмены Республики Беларусь, которые являются призерами чемпионатов мира Европы. Среди спортсменов в этом году присутствуют заслуженные мастера спорта. По различным видам борьбы – это самбо, вольно-греко-римское, дзюдо. Уровень спортсменов с каждым годом растет. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4.